Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова В целом по стране количество банкротов в первом квартале этого года выросло на 40%, до 76 тысяч. Почти во всех случаях граждане сами инициировали процедуру. Отмечу, с 2015 года финансово несостоятельными признали уже более 800 тысяч граждан страны. Более 1 миллиона 600 тысяч банковских карт оформили жители Башкортостана за год. Их количество увеличилось на 21% и на начало 2023-го достигло 9,5 миллионов штук. Выросло и общее число транзакций на 9%, а их сумма составила 3 триллиона рублей, сообщили в Нацбанке по республике. Все больше жителей Башкортостана отдает предпочтение безналичным расчетам. За год количество таких операций в регионе выросло на 10%. В то же время транзакции по снятию наличных стало меньше на 12%. Чаще всего люди используют банковские карты для покупок – 77% случаев. На переводы приходится 20% операции, на снятие наличных – 3%. Рост популярности безналичных расчетов объясняется в основном развитием платежной инфраструктуры. Участники рынка расширяют сети приема банковских карт и бесконтактных платежей, совершенствуют онлайн-сервисы, проводят стимулирующие акции и развивают программы лояльности. В Башкортостане насчитывается около 5000 банкоматов и более 97000 электронных терминалов. Их количество за год выросло на 8%. Китайская компания ZoomLeon рассматривает Башкортостан как площадку для локализации сборочного производства сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники. Об этом сообщил гендиректор зарубежного подразделения предприятия Синхуаджан во время встречи с Радием Хабировым. Он отметил, что компания намерена приступить к строительству завода в ближайшие месяцы. Сейчас руководство ищет сильного местного партнера, у которого есть опыт и инфраструктура. В встрече Си Цзиньпина с Владимиром Путином мы обновили план по экономической кооперации в 2023-м. Мы уловили сигнал о том, что взаимодействие Китая и России переходит на новый уровень. На этом уровне бизнесмены не только торгуют, но и имеют хорошие возможности для реализации совместных проектов. Китайский инвестор планирует выпускать спецтехнику на российский рынок. Глава Башкортостана предложил локализовать производство на одной из индустриальных площадок республики, на которых действуют люкотные налоговые режимы. Я изучал опыт работы Зумлион с белорусскими машиностроителями. Мы готовы к сотрудничеству и созданию нового производства. Считаю, что существует большой потенциал для нашей совместной работы, потому что у нас есть компетенции в машиностроении. Чтобы сопровождать инвестора на всех этапах, глава региона предложил назначить оператора со стороны республики. В Астгинском районе появится новый современный элеватор. Инициатор проекта – компания, занимающаяся переработкой рапса и зерна. Ей готовы оказать господдержку в виде налоговых льгот и субсидий. Ранее, в 2019 году, руководство предприятия «Олиокимикс» приняло решение расширить производство. По предварительным расчетам, на это требовалось полтора миллиарда рублей. Первую очередь проекта за 440 миллионов завершили в 2021 году. Затем планировалось оборудовать зерноочистительный комплекс и возвести складские помещения. Но инвестор изменил планы. Сейчас компания готова приступить к строительству элеватора. Это позволит в том числе увеличить глубину переработки рапса. Сейчас предприятие ежемесячно перерабатывает почти 500 тонн сырья. Астгинский район известно, что недоинвестирован. И вопрос о том, почему там не развивается, скажем так, сельскохозяйственные посевы не расширяются, земли не увлекаются. Но ответ очень простой, потому что нет инфраструктуры, куда все это дело вести. Глава региона Ради Хабиров предложила оформить инициативу как новый проект. Это позволит республике оказать содействие в его реализации, предоставив инвестору налоговые преференции и помочь привлечь необходимые средства. В Белорецке запустят новое литейное производство «Белкаст». Объемка вложений в проект составит 150 миллионов рублей. На площадке будут изготавливать комплектующие для компаний-учредителей, завода весового оборудования и уральского завода спортивного инвентаря. Проект подразумевает замещение изделий, изготовленных при помощи лазерной и плазменной резки, на фасонное литье из чугуна и стали. Это гири, гантели, спортивные диски, корпусные детали и так далее. Помимо этого предприятия смогут выпускать широкий ряд деталей для нефтегазовых компаний страны. Данный проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых и льгот. Освоение статуса приоритетного проекта предоставляет возможность предоставить инвестиционный налоговый вычет на налогу на прибыль организации. Разумеется, это позволит, ну разумеется, даст экономию порядка, по предварительным данным до 500 тысяч ежегодно, но которые, соответственно, мы планируем реинвестировать в дальнейшие производства. Производство, которое планируют запустить, очень энергоемкое. В связи с этим глава Башкортостана поручила Минпромэнерго также выделить инвесторам субсидию на подключение к сети электроснабжения. У меня на этом все. Оставайтесь с нами.